Современные стандарты красоты способны повернуть в шок. К примеру, движение Body Positive, что в переводе с английского означает принятие себя и собственного тела. Целью является не стыдиться своих недостатков, а наоборот, сделать их своим достоинством. Считается, что Body Positive был создан феминистками, которые решили заявить миру, что женщина это не сексуальный объект, а личность. Сегодня это движение весьма активно обсуждается в интернете и СМИ, как положительно, так и негативно. Это все твой лишний вес. Я замучусь с тобой, малышка, если ты меня не съешь. Body Positive, только Body Positive. Твое тело, твое тело, мое тело – это биф. В эфире радио Лема в шоу «Два в одном» тема Body Positive обсуждалась с психологом и экс-участником «Дома-2». Глеб еще до начала дискуссии поделился своим отношением к данному движению. Я, на самом деле, к этому движению никакого отношения не имею, но при этом при всем скажу, что это абсолютно нормально, учитывая то, что сейчас достаточно актуально и модно всевозможное блогерство, и люди находят всевозможные направления в том самом, чтобы делать какой-то годный, нужный контент. Есть девчата, знакомые, кто не стесняются и могут показать себя абсолютно в любом виде, принимая себя. Это вопрос, мне кажется, просто уверенности в себе и насколько ты закомплексован, либо не закомплексован. Психолог Полина Мансурова выразила мнение, что Body Positive – это своего рода эпатаж, чтобы быть в тренде. Однако отметила при этом, что быть естественным, быть таким, какой есть, и не стесняться этого – хорошо. Добавим, ухаживать за собой – это естественно, природа не позаботится о человеке целиком, ей нужно помогать. Не надо искать оправданий лени или невежества, искажая изначальную идею и утверждая, что это Body Positive. Любую идею можно исказить до неузнаваемости. Фанаты естественности понимают друг друга и твердят, что стройнеть не нужно, не нужно заниматься эпиляцией, быть толстяком – это нормально, хорошего человека должно быть много. Такие крайности вызывают отторжение у других представителей социума. Сообщество же учат – люби свое тело, принимай себя таким, какой ты есть, потому что все не обязаны быть одинаковыми. Ну а Body Positive – это хорошая тема. Я с ним сталкиваюсь каждый день перед зеркалом. У меня там свой Body Positive. Я его никуда не выкладываю, но я очень позитивно принимаю себя. Многие современные психологи призывают любить свое тело таким, какое оно есть. Они утверждают, что пока любовь к себе не проявится в полной мере, невозможно добиться успехов в какой-либо сфере жизни. А тем временем многие адепты Body Positive используют этот тренд для создания популярности себе любимому. Однако, как гласит поговорка, сумей посмеяться над собой, и тогда жизнь улыбнется тебе. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.